Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду продолжать защищать мой супер-крутой дом и строить различные ловушки. Я, короче, узнал, что на меня сегодня, знаете, кто будет нападать? Куча скелетов! Я на самом-то деле больше всего скелетов ненавижу, потому что они стреляют из своих луков, и это вообще очень нехорошо. Ну, ладно, я сегодня подготовлюсь и вообще легко разберусь с этими скелетами. Вы, наверное, заметили, что у меня в доме растёт арбузик. Знаете, зачем я его выращиваю? Чтобы сделать арбузный меч. Такого я ещё никогда раньше не делал. Он довольно легко крафтится, нам нужно положить два арбуза на верстак, потом туда же палочку кинуть и немножечко подождать. Ну, а пока он крафтится, я вам хочу показать, что стало с ракетой, которую мы нашли в прошлой серии. Как вы помните, эндермены на ней прилетели ко мне, и я, короче, сделал из неё вот такой вот потайной бункер прямо под землёй. То есть я её спустил вот сюда вот вниз, и, в общем-то, когда на меня будут нападать какие-нибудь суперопасные монстры, то я буду в этой ракете прятаться. Вот, тут есть куча брони, куча еды на всякий случай, и также эндерперлы. Поэтому вот такой вот у меня бункер получился из этой ракеты из обсидиана. Поэтому сейчас я пойду сделаю одну суперкрутую штуку под названием пулемёт. Да, я его поставлю прямо на крыше, и тогда никакой монстр мне не помешает. Ух ты, ничего себе, мой арбузный меч уже скрафтился. Ха, ничего себе, он довольно прикольно смотрится, как кусочек арбуза. Ну, я надеюсь, он очень сильный, потому что выглядит он реально прикольно. Офигеть, реально арбузный меч. Давайте пока что его положим в сундук, и также возьмём все вещи, которые нам понадобятся для строительства моего пулемёта. Залезем на крышу давайте. Сейчас построим вот такую вот небольшую платформу. Здесь установим раздатчики. Потом за ними, конечно же, редстоун и вот такой вот повторитель, чтобы это всё дело работало. Потом проведём редстоун вот сюда, и здесь нам нужно сделать очень прикольный механизм. Так, значит, делаем вот в эту сторону повторитель. Потом ставим вокруг этого всего редстоун, и теперь нам нужно вот так вот быстро поставить красный факел, и потом его убрать. В принципе, всё. Мой пулемёт готов, осталось только зарядить его и дождаться всех монстров. Я положу в каждый раз датчик по стаку стрел, надеюсь, этого будет достаточно. И смотрите, как только я присоединю редстоун вот сюда, эти пулемёты начнут очень круто стрелять. Давайте, раз, два, три. Опа! Видали? Это реально очень круто. И как раз стрелы летят туда, где обычно появляются все монстры. Поэтому сейчас я схожу, стрелы обратно заряжу, и уже, думаю, буду ждать всех этих монстров. Надеюсь, они уже очень скоро придут, потому что я уже готов с ними драться. О, арбузик, отлично. Нужно потом будет ещё один арбузный меч скрафтить, если мой сломается. Ну что же, ребята, эти монстры наконец пришли. И смотрите, вот с этой стороны обычные скелеты, вот с этой стороны какие-то необычные скелеты. Потому что, знаете, что у них в руках арбузные мечи, прямо как у меня, которые я сегодня крафтил. И я не знаю, почему они с ними пришли, но это очень странно. Ну и с другой стороны, тут ещё куча всяких монстров, эндермены. И, что самое-то страшное, вот такие вот гигантские скелеты с какими-то молотками алмазными. Короче, это просто пипец, но... О, а ты кто такой? Ничего себе, а я тебя даже и не заметил. Офигеть, ребята, вы только на это посмотрите. Это гигантский скелет, который ещё и подпрыгивает очень высоко. Офигеть, откуда ты здесь взялся? Я думал, что я сейчас без проблем со всеми разберусь, а тут появился такой страшный скелет. Он реально гигантский. А ну-ка, сейчас я вот тут сломаю стекло. Получай, лошара! Э, он ещё и не ударяется, к тому же, он чё, бессмертный? Не-не-не, ребята, так дело не пойдёт. Сейчас я возьму все свои крутые вещи. Возьму зелье моментального урона. И покажу этому гигантскому скелету, кто здесь самый крутой. Где ты там, а? О, ничего себе, он от меня убежал. Давай-давай, иди сюда, получай тебе какашка. О, отлично, получается. Он ударяется. Э, он меня отравил. Офигевший, какой монстр. Короче, давайте я поставлю мой пулемёт, чтобы вон тех скелетов тоже обстреляло. Блин, а, я сам под свой пулемёт попал. Давайте, скелеты, идите ко мне. Сейчас вас мой пулемётик расстреляет. Ой, нет-нет, давайте телепортируемся. Ай, не получилось. Ладно, мои вещи, я думаю, сохранились. Отстань, скелет, чё ты ко мне пристал? А, офигеть, он страшный, конечно. Куда он пошёл? Он пошёл драться со скелетом, ребята. Вы это видели? Он умер. Он такой лошара просто. Он пошёл реально драться со своими друзьями-скелетами. И потом сам же умер от этого. Вот это жесть. Таких тупых скелетов я ещё раньше никогда не видел. Это просто жесть. Э, а вы чё, огурцы сюда пришли? Ну, вас-то я без проблем уничтожу. Потому что вы-то лошары маленькие, получайте. Сейчас я к вам вот так вот запрыгну. Опа! Ой, блин, они меня в лаву уронили. Я чё, вещи опять потерял? Остался только шлем и штанишки. Ну, пипец, дурацкие огурцы. Сейчас я вас скину в лаву. Хотя, я вас в ловушку поймаю. Давайте, давайте, идите в ловушку. Э, они не хотят идти в ловушку. Вы чё, офигели? О, всё, хорошо, попались. Так вам и надо. Ай! Ещё сзади меня эти скелеты уничтожать начали. Кстати говоря, у меня же теперь реально не осталось вообще никакой брони. Ладно, у меня есть лаки-блоки, которые я очень давно нашёл. Поэтому, возможно, мне хотя бы из них что-то хорошее сможет выпасть. Давайте отойдём куда-нибудь подальше. И по-быстрому их откроем. Так, ведёрки с лавой. Это уже хорошо. Ага, удочка на прочность и приманку. Ну нет, ну зачем мне удочка? Я, конечно, могу половить рыбу, но, блин, мне нужно оружие. Эта удочка мне никак не поможет. Вот, отлично, лук выпал. Ещё бы меч. О, нет, ловушка! Только не это! Нужно отсюда выбираться быстрее! А, нет, не успел! Пипец, я же там потерял все вещи, которые достал. Ну, жесть. Короче, знаете, что я хочу сделать? Я сейчас хожу в бункер, возьму мою броню, которая там лежит, и продолжу драться с этими мутантами дурацкими. Так, опа, запрыгиваем, берём её, возьму себе алмазную броню и пойду обратно. Также я, короче говоря, взял из сундука мои крутые зельки, при помощи которых я стану очень быстрым, прыгучим и просто очень крутым нубиком. Поэтому сейчас я их выпью и буду просто-напросто пользоваться моими крутыми ловушками, которые я построил в прошлой серии. Давайте, скелеты, идите сюда. А, блин, вот за что я не люблю скелетов? За то, что они очень медленные какие-то, не умеют быстро даже ходить. И вот что это такое? Почему ко мне только три скелета пришло? Это вообще не круто. Я их и так смогу уничтожить. Смотрите, я их уничтожаю с одного удара. Офигеть, вот это, конечно, я крутым стал. Эти зельки реально, походу, мне помогают. Всё, от первой толпы скелетов разобралось. Ой, ничего себе, блин, этот скелет с арбузным мечом очень прикольный, конечно. Я говорю, ой, ничего себе, он меня откидывает, получай. Но он тоже слабый очень, уничтожается с одного удара, поэтому получай тебе скелет арбузный. Так, осталось ещё немножечко, а потом всего лишь последнюю сторону нужно будет очистить. Там ещё эндермены эти дурацкие и, что самое-то главное, те супергигантские скелеты с какими-то молотками. Это очень страшно на самом-то деле, а ну-ка. Хотя нет, смотрите, они тоже какие-то лошары. Всего лишь-то по половине жизни у меня снимают. Поэтому они меня вообще никак не уничтожат. Да, поэтому... О, ничего себе, я попался в свою же ловушку. А вот это не круто. Теперь я потерял все свои эффекты. О, а вот теперь он стал очень сильным каким-то. Как так-то? Проваливай, лошара! Чё ты за мной бежишь? Да, сразу как у меня брони не оказалось, начал на меня нападать. А так-то он меня боялся, я-то знаю. Всё, отлично, я вернул все свои вещи. Осталось уничтожить только вот эту толпу скелетов. Но знаете, что я их хочу поймать в мою старую добрую ловушечку, которая всегда меня спасает. Так, эндермен, сейчас я тебя поймаю. Иди сюда, иди. Опа! Полетела. В лаву лошара, так тебе и надо. А вот скелеты, они на самом-то деле какие-то очень умные. Они вообще никуда не хотят попадаться, а тем более куда-то идти. Они просто стоят на месте и уничтожают меня. Это реально, наверное, одни из самых умных монстров. Ну ничего страшного сейчас. Сейчас я вот так вот вас обойду и в лаву всех скину. Э, а чё ты не ударяешься? Ты чё, бессмертный? Блин, ребята, тут половина скелетов бессмертных. И как мне с ними разбираться тогда? Не-не-не, всё, пока-пока. Давайте телепортируемся, чтобы спасти свои вещи, так? Да, всё, вещи выжили, но как мне с ними разобраться? Ладно, воспользуюсь старой доброй тактикой. Просто телепортируюсь к ним, разолью лаву и сейчас они просто-напросто сгорят. Отлично, тактика, как всегда, сработала. Всё, ребят, наконец-то мы уничтожили всех скелетов. Они сейчас вон догорят и всё будет хорошо. Да, поэтому... Ой, блин, я сам сгорел. Ладно, там осталось два скелета. Это вообще без проблем, я с ними разберусь попозже. Ну и, в общем-то, на этом я уже буду заканчивать. Кому понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас я этих скелетов в лаву затолкаю. Отлично, всё, так им и надо. В общем-то, добавляйте меня в друзья вконтакте. Ссылочка будет в описании. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!